И сейчас мы передадим слово нашим московским коллегам со свежим выпуском новостей, а далее после этого программа особое мнение у нас в гостях тот самый знаменитый доктор Лев Щеглов. Оставайтесь с нами на волне 91.5. Радио Эхо Москвы В Москве 11 часов, начале часа на Эхе, информационная программа. Владимир Японин подтвердил, что покидает пост главы РЖД. В России могут ужесточить требования к наименованиям средств массовой информации. Миноборнауки требует прекратить денежные поборы в школах. Вы слушаете информационную программу Эхо. Владимир Якунин попрощался с сотрудниками РЖД. Накануне он подтвердил, что намерен покинуть компанию. Тему продолжит Илья Рождественский. Владимир Якунин направил телеграмму руководителям и работникам железных дорог. Прошу весь коллектив железнодорожников столь же ответственно и эффективно продолжать свою работу. Уверен, что компетентность, чувство товарищества и бесценный ваш опыт будут служить интересам Родины и дальнейшему благополучию всего народа, приводит та слава Якунина. Глава РЖД отметил, что получил предложение перейти в Совет Федерации, но окончательное решение будет принято руководством страны. Накануне вечером Владимир Якунин сообщил Форбс о намерении покинуть компанию после выборов губернатора Калининградской области. Эту информацию он подтвердил в разговоре с РБК. Днем в понедельник стало известно, что исполняющий обязанности губернатора, кандидат от «Единой России» Николай Цуканов, предложил Якунина в качестве одного из трех членов Совета Федерации от области. Источник РБК в аппарате правительства рассказал, что президенту РЖД подыскивали другую должность уже полгода, от губернатора до, как выяснилось, сенатора. При этом собеседник РБК в самой компании отметил, что для ее руководства новость о включении Якунина в тройку стала неожиданностью. В начале июня в интерфаксе Якунин сказал, что рано или поздно придет момент, когда ему придется заниматься чем-то другим. Одном из участков Октябрьской железной дороги сегодня ночью был похищен электрокабель. Это привело к сбою в движении поездов, рассказала нам официальный представитель дороги Марина Попова. Сегодня около четырех часов утра на участке Москва-Пассажирская Москва-Товарная Октябрьской железной дороги был выявлен факт хищения неизвестными лицами порядка двухсот метров кабеля сигнализации и централизации блокировки, что привело к отключению световой сигнализации, управляющей движением поездов. В результате этих противоправных действий на Ленинградском направлении, это поезда следующие с и на Ленинградский вокзал, пригородные поезда в настоящее время следуют с опозданием. Опоздание составляет до одного часа в обоих направлениях. По второму главному пути поезда следуют по сигналам, там все установлено. Работы по восстановлению движения по штатным режиме по первому главному пути пока еще продолжаются. В Октябрьской железной дороге говорят, что они регулярно сталкиваются с попытками воровства электрокабеля. Поезда на Сокольнической линии Московского метро сегодня утром следовали с увеличенными интервалами. По некоторым данным это связано было с падением на рельсы пассажира на станции Лубянка. Машинист увидел человека на путях и вовремя затормозил. В тоящее время движение на линии восстановлено. Требования к наименованиям средств массовой информации планируют ужесточить с такой инициативой выступило Министерство связи. Об этом Андрей Гаврилов. Создаваемым СМИ хотят запретить использовать в своем названии наименование государства производные от них слова. К примеру, издание «Британский стиль» в новых условиях зарегистрировать будет фактически невозможно. Для этого потребуется разрешение Минюста, пишет портал Фонтанка.ру. Учредителям СМИ также придется получать согласие госорганов, общественных или международных организаций для использования их номинований в названии своего издания. Проект закона, подготовленный Министерством связи и массовых коммуникаций, запрещает также создавать СМИ некоммерческим организациям, признанным иностранными агентами. В документе отмечается, что наименование газеты, журнала, сетевого издания, радио или телеканала, цитата, не должно противоречить общественным интересам, принципам гуманности и морали. Спорные вопросы по этому поводу предлагается решать специальной экспертной комиссией. Ее планируют создать при Роскомнадзоре. Отказать в регистрации того или иного СМИ могут на основании представлений генпрокуратуры или региональных прокуроров. Силовые структуры сообщают, что приседли деятельность группы, которая незаконно подставляла в страну санкционную продукцию. Сумма реализованного товара составляет почти 2 миллиарда рублей. С марта прошлого года в Подмосковье под видом сыра привозили сучужный продукт, запрещенный к ВОЗу. На складах на товар приклеивали этикетки ведущих мировых производителей, затем все это поставляли в крупные торговые сети. В итоге задержаны 6 человек, их теперь обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Кстати, генпрокуратура открыла горячую линию для сообщений о фактах нелегального ВОЗа запрещенной продовольственной продукции. Миноборнауки требует прекратить денежные поборы в школах, как передает ТАСС. Ведомство направило во все регионы соответствующие письма. Министерство напоминает, что регионы обязаны выделять средства на обеспечение качественного образовательного процесса. Срочное сообщение с биржи. Курс евро достиг 73 рублей. Впервые с 13 февраля. И о погоде. В Москве сейчас плюс 11 градусов. В течение дня обещают 13-15. Пасмурно дожди. Марина Старсин, служба информации, Эхо Москвы. Радио Эхо Петербурга. 91 и 5 ФН. Зарегистрирована федеральная служба и по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. За номером FLFS77DFIS 57571. От 8 апреля 2014 года. Эхо Петербурга. Радио для тех, кому за шесть. Вы старше шести лет и вы слушаете Эхо Петербурга. Особое мнение. 11 часов, 6 минут. Микрофон Наталья Костицына. Здравствуйте. Сегодня в особом мнении у нас публицист, писатель, врач-психотерапевт, профессор, доктор медицинских наук Лев Щеглов. Здравствуйте. Здравствуйте, Лев. Ну что ж, с особым мнением развернемся. Ну, давайте попробуем. Новость, о которой вчера узнали, о том, что Владимир Якунин покидает пост главы российских железных дорог. И сегодня подтвердилось. Уже стало известно о телеграмме, которую он разослал своим сотрудникам. Трудится дальше на благо страны и на высочайшем профессиональном уровне. С вашей точки зрения, это просто рокировки в окружении Путина? Или это начало, ну, скажем так, чистки и чисток элит? Вы знаете, мне кажется, что это, естественно, мнение не более того. Вряд ли я специалист по схваткам бульдогов под ковром. Но мне кажется, что первое – это сжимающееся поле материальных возможностей. Мне кажется, что... Передел пирога в окружении Путина? Да, и пирожок сохнет. Пирожок сохнет. А когда аппетит был как бы на пышных два пирога, а остаётся один и довольно как бы ссохшийся, уже немножко теряется интерес. И как бы время сжимания экономики вообще призовёт новые фигуры. То есть мы ещё увидели. Я думаю, да, безусловно. Просто-напросто, на мой взгляд, без оценок даже. Хорошо, плохо, стыдно, не стыдно, профессионально, непрофессионально. Но те люди, которые были в кавычках эффективны, когда тьма была денег от нефти за более чем 100 долларов за баррель, хочешь не хочешь, они привыкли действовать, и их рефлексы соответствовали именно бесконечным, свалившимся, незаработанным деньгам. И даже не считали нужным отчитываться в декларациях о своих доходах. Помним то же самое заявление Иконина. Вы понимаете, ведь парадокс в чём? Я боюсь, что на ближайшие десятилетия, а то и больше, эта фигура, хотя, возможно, он сильный управленец, мне это неизвестно, ведь останется не в связи с тем, что что-то изменилось мощно в РЖД, а в связи с шубохранилищем. То есть, вот как бы, мне кажется, первое – это сжимающееся поле возможностей, это первое. И второе – да, это, наверное, начало борьбы группировок, которые, ну, любой разумный человек понимает, что они есть, и то они затихают, то они обостряются, на фоне нашей «чудесной» экономики, они сейчас будут, мне кажется, обостряться. И это не первая интересная история с известной фамилией, которая нам предстоит, так мне думается. Ещё одна известная фамилия – это правая рука президента Путина, Дмитрий Песков, наслышанная, да, не на яхте в Сардинии, а в отеле в Сицилии. Ну, это его официальное заявление. Ну, послушайте, вот можно я несколько слов об общем, а потом к частному. Вот фигура Пескова и всё то, что происходит вокруг его часов, его свадьбы, его теперь яхты или не яхты, на мой взгляд, очень ярко демонстрирует то, что я как бы избегая, стараясь, пафосных слов, но тут без этого не обойтись. Какое-то наше время таково, что чиновники высокого ранга, представители власти, ну, а дальше министры и крупные бизнесмены вообще потеряли представление о чести, достоинстве и совести. У меня такое ощущение, как бы прагматика, да, с кем ты, да, кто сильнее, да, а то, что это бесстыдно и позорно, эти слова, мне кажется, вообще считаются какими-то ушедшими. Так же, как когда-то русские офицеры стрелялись в позорной ситуации, ну, это, конечно, излишество. Но разве мы помним хоть одного министра или высокого чинушу, который подал бы в отставку из-за многого происходящего по его вине? Я не могу такого помнить. Понимаете, наводнение, снижение уровня жизни людей, повышение смертности, дикие богатства, концентрирующиеся в руках чиновников, которые даже в советское нелюбимое время невозможно было представить. Была какая-то табель о рангах, но иметь трехкомнатную квартиру... Были привилегии? Они были, но ставилась граница, правда ведь? У тебя трехкомнатная квартира, у тебя паёк из распределителя, и у тебя Волга с водителем. И если вдруг обнаруживалось, что у тебя ещё, оказывается, дача выстроена на один этаж выше, чем было принято, этого человека карали. Это была лицемерная система, отвратительная, но алчность, стяжательство, игнорирование, полное понятие прилично-неприлично, совесть, несовесть, этого не было. Сейчас это идёт в полный рост. Теперь спускаемся к господину Пескову. А почему это произошло? А потому что произошло то, что я бы сейчас с удовольствием процитировал, но я не очень помню цитату, я только её в суть приведу. В современной психиатрии это не очень сегодня проходит как диагноз, но понятие такое есть – нравственное помешательство. Нравственное помешательство – это считалось психическим заболеванием, которое затрагивает потерю для человека понятий добра и зла. Потерю. Он прекрасно может заботиться о кошечке, о своих близких родственниках. Он очень умело накапливает денежки, зачастую неправедным образом. Он отлично знает, что если его в чём-то улечили, надо соврать, чтобы только отбиться, отмазаться и так далее. Понятия добра и зла у него в голове смешаны. Он не способен различить фактически. Вместо них приходит понятие прагматика. Папа сказал, в скобках царь-командир-начальник, и я забочусь о своей семье. Мне один очень богатый человек сказал, что вся моя жизнь поставлена на то, чтобы меня ещё правнуки вспоминали. Но не по делам, а по оставленному богатству, домам, яхтам и так далее. И это он сказал совершенно серьёзно и спокойно, и даже ждал, что скажут, какой ты молодец. При нравственном помешательстве моральные императивы перестают быть мотивом поведения. Но это присущи только людям, которые дорвали до богатства. Вот, Наталья, вы знаете, к сожалению, исходя из психиатрии и психологии, это свойственно каждому человеку. Вопрос только, насколько мы это загоним. Вы понимаете, у каждого человека есть прямая кишка. Но почему-то люди в основном демонстрируют другим лицо, руки. А эти как-то органы, они безусловно существуют, но они прикрываются. Они не демонстрируются даже близким. Есть понятие культуры, которую Фрейд говорил, может постепенно заштриховывать животную природу человека. Когда приходят времена нехорошие, вот это животное начало в человеке, оно вылезает наружу. Естественно, у заметных людей оно заметно. Естественно, у властных людей оно проявляться может гораздо больше. Потому что, вы понимаете, какой-нибудь болван, почти персонаж чеховского рассказа, как я сегодня слышал, будет продолжать воровать электрокабель. А чего? Потому что... Ну, у всех болван, чеховский персонаж, помните, гайки отвинчивал. Он как бы даже не понимает, что из-за этого поезд сойдет с рейса. А этот все понимает. Ну, а мне надо. И опохмелиться надо, и вообще домой притащить. Ну, и чем эта идеология отличается от идеологии тех, у которых и так при высоченной зарплате вдруг оказываются часы, которые невозможно даже там десятью годами зарплат установить. Тогда он говорит о том, что это подарок. После этого приходит информация, что свой медовый месяц он почему-то проводит во враждебном итальянском окружении. Не натовском. Причем это тот человек, который ведь как бы отвечает про секретарь президента. Более чем отвечает. Значит, он пармезаны ест, которые тут, значит, сжигаются. Ну, может, он со своим сыром. Да, конечно, он со своим сыром, с палаточкой. Теперь приходит информация о том, что яхта какие-то стоят такие деньги, которые обычному человеку вообще даже представить невозможно. Это за неделю. Теперь идет борьба, там он или не там. В общем, все это довольно тошнотворно, на мой взгляд. И это связано с общей вот такой потерей, что ли, вот этих понятий. И, на мой взгляд, те, от кого зависит, должны были бы этим озаботиться. Потому что добром это не кончится ни для Пескова, ни для Сидорова, ни для Иванова. Потому что задается, условно говоря, тренд. Можно ему, можно и мне. И вот и все. Более того, это даже как бы поощряется. Вот некоторые вещи очень жестко пресекаются. Пармезан будешь есть, значит, да, значит, ты враг. А если почему-то у тебя какие-то грандиозные деньги, и ты лицемер, и ведешь себя в отличие от того, что декларируешь, ну, это нормально. Ну, что, а что, наверху так, и здесь так. Грандиозные деньги выплатила уже Евгения Васильева. Тоже чудный персонаж. Выплатила его с добби для прошения Будо. И, как стало известно сегодня, может выйти на свободу 21 августа. Вот вы знаете тоже, я не очень понимаю, как бы, я все-таки предполагаю, что власть имеет свои какие-то расчеты, резоны, ну, колоссальные возможности. И я предполагаю, что власть достаточно интеллектуальна. Не путать с интеллигентностью, да? Я не понимаю, есть ли есть некие персоны, вокруг которых власть обводит незримый кружок, знаете, такой детей, да, обводит, сюда заходить нельзя. Но надо их спрятать, да? И кончены разговоры, и народ-публика не будут об этом ни говорить, ни любоваться, ничего. Вариант второй. Власть в лице каких-то важных персон решила, нет, ребята, вы зажрались, вы что-то совсем уже просто обалдели, мы вас сдаем. Народу, кроме хлеба, нужны зрелища. Сдаем, и вопрос закончен. Будете сидеть. Тоже могу понять. Но когда где-то посредине, типа, мы вас немножко сдаем, все общество ликует, переберекует Сердюков, Васильева, ай-яй-яй. Потом идет долгий какой-то заунывный спектакль. Сердюкова из этого выводят. Ну, маломальский разумный человек может понять, ладно, он бывший министр обороны, он носитель гостайн, ладно. Но при чем здесь вот эта барышня замечательная? И вот вокруг идет бесконечная возня, а дальше вот это вот решение, когда она как бы наказана, но то ее якобы в Москве видят, то она уже какие-то там несказанные миллионы миллиардов заплатила из нанесенного ущерба. Миллиарда, миллиарда, в школе полы. Да, то мы полы, а то она завтра выйдет. Я не понимаю. На мой взгляд, это какая-то глупость, которая, может быть, свидетельствует не о глупости, а о том, что опять схватка бульдогов под ковром идет вне зависимости от того, что мы считаем. Когда одна сторона перетянула в своем что-то, а неусмелемые оглянутся, уже перехвачены инициативы и тянут в противоположную сторону. Мне это непонятно и довольно противно. Это укладывается в схему верхи могут или не могут? Известно. Вы знаете, я как раз вчера в фейсбуке мне пришла мысль, написал как бы новую редакцию Ленинской форумы, что когда низы хотят, то тогда верхи и могут. Потому что, к сожалению, вот такие какие-то неразумные развлечения, типа наблюдения за Васильевой, какие-то сжигания пищи, еще что-то, к сожалению, для низов это, может быть, кроме еды. Но все, что происходит, это интересно, и это заменяет ей реальное получение информации. Так мне кажется, им, низам, совсем низам, которые не хотят ни думать, ни анализировать, ни сопоставлять, и которые прозревают только тогда, когда, ну, совсем плохо становится ему лично. К сожалению, мы так устроены. Увы, я отнюдь не критикую, я иногда это и по себе замечаю. Мы иногда очень вольно говорим, да, смотрите, какие безобразия там творятся, смотрите, какая несправедливость, посмотрите эти миллионы и миллиарды у чиновников, да, и мы так спокойненько все, да, 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 да. Потом вдруг у меня лично начинаются проблемы, в поликлинику не записаться, протекает крыша жилконтора, снимая громадные деньги, ничего не делает, тогда я начинаю вопить. Да что же это творится? Несправедливо. Да, когда тебя лично вот тот самый петух клюет в то самое место. Ну, кстати, об импортозамещении в последнее время все больше и больше стали говорить, уже вчера, по-моему, руководители благотворительных фондов обратились на имя Медведева, о запрете, говорить о запрете иностранных медицинских изделий и прежде всего высокотехнологичного оборудования. Вы знаете, это уже, знаете, абсурд, он всегда смесь чего-то нелепого, смешного и страшноватого. А это уже вообще лишено оттенка смешного. Это просто страшно. И опять же, я же не могу предположить, что в правительстве министры наши под руководством председателя Совета министров как бы вот берут, ну, то, что пишут совсем уже отвязанные блогеры, берут и вот специально ухудшают жизнь россиянина, вплоть до того, чтобы он вообще побольше болел и, короче, была его жизнь. Ну, это смешное телепо. Это выдомыслие. Такое ощущение, что действительно они живут в другой сфере. Вы понимаете, это не шутка. Я наблюдал за своими приятелями. У меня был не один близкий приятель, которые становились крупными руководителями. Директор крупнейшего института, крупнейшего производства. Они деформировались через какое-то время. Близкий, умнейший человек, член-корреспондент Академии Наук, утром мы с ним отдыхали, и он мне вдруг говорит, быстренько чаю. Я говорю, что? Он говорит, ой, извини, у меня же две помощницы в приемной, а я все время сижу уже на работе по 10 часов. Вы понимаете? Причем это интеллигентнейший, умнейший, порядочнейший человек. Профессиональная деформация происходит. И у нас она происходит. Психотерапевты и сексологи проходят сами периодически тренинги, чтобы как бы сбросить с себя вот эту накипь, которую... А вы представляете, что такое министр? Особенно в стране, где все вертикально. От его мизинца движения зависят сотни людей. А что такое председатель всех этих министров, правительства? Они живут в другой реальности. Они ходят в другие поликлиники, в другие магазины, в магазины они и ходят. Ведь именно отсюда потемкинские деревни. Чтобы не нарушить их картину мира, если они куда-то приезжают, то там чуть ли не траву украсят по-прежнему. У них деформировано сознание. Они не понимают, что такое сегодня отказаться от импортной медицинской техники. Это воющие от боли люди. Но может быть мы производим все это? Вот о том, если бы мы это производили, это вполне была бы логичная история. Действительно, дайте-ка дышать отечественным производителям. Но если мы вообще это не делаем, давайте откажемся от новых анестезирующих средств в стоматологии, которыми и вы, и я пользуемся и благодарны за то, что я помню в юности, что такое пойти к стоматому. Я тоже хорошо помню. Это рехнуться можно было, да? Если у нас такое бы делалось. Зачем нам эти ультракаины западные? Но у нас же этого нет. Может быть, действительно, начнем сначала новокаином тупо, который плохо действует. Потом, может быть, стакан водки выпьет. Слушайте, это вообще как бы за гранью понимания. За гранью. Причем это связано с людской болью, болезнями и тем самым сроком жизни человека, продолжительностью жизни, по поводу которых, надувая щеки, проводятся какие-то пафосные заседания, совещания и всякое такое. Я надеюсь, что будет отскок в сторону, потому что, ну, если запретят... То есть услышат глаз, глаз общественности? Ну, надеюсь, кто-то, может быть, скажет кому-то. Слушайте, в советское время про Высоцкого, что-то вроде бы дочь Андропова, услышав где-то, и вот так тот узнал. Они всегда отрываются и живут в своем мире. Мне кажется, что это невозможно, потому что, ну, после этого надо действительно отнять всю пищу и одежду и дать национальной идее бегать голыми по улицам. Ну, это просто даже за гранью бреда, на мой взгляд. Ну, за гранью бреда и то, что сотрудники Рос... Какого надзора-то вылетело из главы? Потреб. Потреб. Уничтожают продукты, там, несколько килограммов персиков, помидоры. И, конечно, очень трогательная история про уничтожение трех венгерских гусей. Да, но Вы обратили внимание, что там была тройка на этой пленке, да? Они снимали, значит, понятые три человека и тройка, которая судила этих гусей. И потом закатывала. Да, да, да. Ну, не к сожалению, как есть, но вот это, вот мы обсудили с Вами ситуацию абсурда, которая страшна. Вот это входит, вот укладывается в понятие вот этого нравственного помешательства. Да, конечно, конечно. А это ситуация абсурда, которая смешна. Понимаете, когда происходит загнивание, то вот комическое и страшное, оно всегда идет рука об руку. Давайте вспомним советское время, как появлялись бесконечные анекдоты, да? Потому что вот этот юморок, на самом деле, это уже сатира, всегда говорит о гниении. Ну, вокруг Брежнева, который там восседал и что-то там чавкал своей челюстью. Ну, миллионы анекдотов, да? Я обратил внимание, какой взрыв, ну, шутки это трудно сказать, анекдотичности произошел в интернете. И «Три веселых гуся», и «Жили у бабуси», и «Эти гуси Рим не спасут». То есть люди хотят, не хотят, они чувствуют вот эту нелепость и комичность. И это абсурд, но в данном случае грань комичного. Вот то, что в свое время еще Салтыков-Щедрин, на мой взгляд, гениальнейший русский писатель, например, писал «Чиновное распоряжение», запрещается совершать подпрыгивание. Вот чиновная такая инициатива. Она дикая, но она комичная, она идиотская по сути. А теперь, если говорить о серьезной этой линии, то, конечно, уничтожение еды – это что-то совсем туземное. Это для, особенно нас, питерцев, переживших блокаду, ну, это же кощунство. Ведь у каждого в семье, у каждого. И у меня, я помню, дедушку, который, я не буду там рассказать, что он собирал под кровать что-то, но как он хлебом, последней корочкой, вытирал тарелку так, что ее можно было не мыть, это я в детстве запомнил. И это так в каждой семье. И тут демонстративное уничтожение. В этом что? Почему? Просто уничтожение где-то? Ладно. Дикое, абсурдное решение, окей. Демонстративное. Чтобы вы это видели. Это похоже, знаете, как туземный вождь периодически плясал перед членами племени, что-то на себе разрывал, надрезанного барана руками двумя разрывал, чтобы придать себе особое чувство значимости. Кажись. Через нелепость и через ужас, не знаю. А демонстративное еще снятие все это на камеру. Это присягнуть начальству, мы на месте, мы облюдем. Да, да, да. И что поразительно, я ведь глубоко убежден, что я просто не видел, что эти люди, которые были понятыми, судьями, которые были палачами, казнили этих гусей, я думаю, что у них в лице вряд ли просматривалось смущение, ирония, пожимание плечами. То есть, как бы, ну, добились того, что, ну, надо это. Надо. И все. Лицемерное признание того, что это надо, значит, делаем. Лев Чеглов, в особом мнении прорвемся на новости. Особое мнение. В Москве 11 часов 30 минут на эхе новости. Курс евро на московской бирже достиг сегодня отметки в 73 рубля. Европейская валюта подорожала на 42 копейки. Подобного курса не было с середины февраля, отмечают эксперты. Доллар вырос на 29 копеек до уровня 65 рублей 80 копеек. Эксперты связывают падение рубля с тем, что продолжают снижаться цены на нефть. Также существует опасение, что в осенний период вырастет спрос на валюту. Владимир Якунин признал железнодорожников продолжать эффективно работать в случае его ухода с поста президента РЖД. Его телеграмма поступила в адрес руководителей работников подразделений компании еще накануне. Ранее Якунин подтвердил свой уход. Судя по всему, он станет сенатором от Калининградской области. Сегодня источник интерфакса предположил, что Якунин может занять пост первого вице-спикера Верхней палаты. Это место остается вакантным в связи с уходом на работу в Центральный банк Александра Торшина. Пройти в сайт Федерации Якунин может в рамках президентской квоты. Сегодня утром в Москве с Большого Москворецкого моста вновь убрали портреты Бориса Немцова и свечи. Тем не менее, активисты планируют восстанавливать мемориал, сообщил Эхо-Щенбюро. Движение «Солидарность» журналист Александр Рыклин. Напомню, в ходе прямой линии президент говорил, что не видит никаких проблем в том, что люди приносят цветы или иконы к месту гибели Бориса Немцова. Путин также обещал тогда поговорить с мэром Москвы и Сергеем Собяниным, чтобы столичные власти не чунили никаких препятствий. В Владивостоке суд запретил движение пешеходов по мосту через бухту Золотой Рог, признав мост небезопасным. Таким образом, перестал действовать приказ Департамента дорожного хозяйства. Ранее пешеходы могли использовать технологические проходы моста, которые были предназначены исключительно для его обслуживания. Мост был сооружен в рамках подготовки к саммиту ОТЭС. В 2012 году он стал одной из главных достопримечательностей Владивостока. В Москве сегодня в течение дня обещают облачную погоду с прояснениями, местами кратковременные дожди, плюс 13-15 градусов в течение дня, но пока плюс 11, давление 751 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха 88%. Марина Стартьевна, служба информации, Эхо Москвы. Отсутствуют зубы? Не решаетесь посетить стоматолога или ищите хорошую клинику? Только в клинике доступная стоматология. Протезирование быстрое и безболезненное. Действует акция. При установке импланта второе бесплатно. Звоните 339 27 57. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция. Установка импланта. Второе бесплатно. Звоните 339 27 57. 339 27 57. Вы автор. Пишите научные труды, мемуары, стихи, прозу. Мы их печатаем. По самым доступным расценкам. Книга 200 страниц, тиражом 200 экземпляров от 20 тысяч рублей. В случае необходимости выполним весь цикл предпечатной подготовки. Типография Нестор История. Телефон 235 15 86. 235 15 86. Привет. Привет. Как прошло новоселье? Прекрасно. Столько подарков. А какой самый оригинальный? Все подарки хороши, но один особенно. Это биокамин. Я мечтала о живом огне. Так уютно и красиво. Живой огонь, пыль от дров, копоть. В том-то и секрет, что никакой грязи нет. Никаких дымоходов. Вместо дров используется жидкость. Залил и зажигай. Компания LifeKamin. LifeKamin.ru Телефон 309 71 17. 621 31. Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. Каждый будний день я, Татьяна Троянская, рассказываю о том, где можно посмотреть хорошее кино, какую выставку не стоит пропускать и какой спектакль достоин вашего внимания. Утром и днем. Культ поход на Эхе. В Петербурге об этом будут говорить весь день. Мы начнем первыми. Разворот по будням после 8 утра. Проспать невозможно. Особое мнение. 11 часов 35 минут у нас сегодня в программе особое мнение Лев Щеглов. Из области абсурда, опять получается, Лев. Франц Кавка и Джордж Орелл оказались в списке предателей. На выходных в Калининградской области проходил форум имени Франца Кавки и Джорджа Орелла. Так вот, на выходных группа неизвестных совершила нападение. На участникам форума около 10 мужчин, заявивших, что они патриоты, забросали бутылками с водой участникам форума, ну и так далее, и так далее. Нападавшие кричали, предатели, какие тут у вас портреты висят. А там висели портреты Кавки и Орелла. Я думаю, Кавка и Орелл порадовались бы. Ну да, да. Я даже не исключаю, что это такой какой-нибудь акт флешмоба, потому что, ну, в такую серость, тупость и дремучесть, ну, трудно поверить. Значит, на мой взгляд, два варианта. Либо это совершенно непроходимые, несчастные, умственно ограниченные люди, которые почувствовали запах возможного. Просто можно похулиганить, поураганить можно, а то тут какие-то очкарики собрались, бормочут что-то, всё. Значит, глубоко убеждён, что они не знают ни кто такой Кавка, ни кто такой Орелл, ни вообще этого направления, Замятин и прочее. Просто-напросто, если они искренне в своём идиотизме, то как это так собрались люди, ведь должны висеть какие портреты? Если Путин, Медведев и местный губернатор, тогда всё окей, а там вообще какие-то непонятные портреты. Конечно, это оскорбляет. Они оскорбились. Ну, кстати, дискуссия была между Кашиным и Никитинским, который является членом Совета, президентского Совета по правам человека. А в чём суть дискуссии? Нет, даже не суть дискуссии, а в том, что представитель президента, президентского Совета участвовал в этой дискуссии, во время которой и произошло это нападение. Погорячились, значит, ребята. Ещё раз хочу сказать, что ведь все эти акции, которые бесконечны, то псевдоказаки, то какие-то оскорблённые верующие, это же всё проводится людьми очень недалёкими в сочетании с очень усиленной злобой. Они не отслеживают, они как бы радостно бегут впереди паровоза, поняв, как им кажется, движение этого паровоза. И иногда могут излишне как бы так поураганить. А если обратиться к истории с выставкой Вадима Сидура в Манеже, вы думаете, что там тоже не понимали люди, на кого руку поднимали? Вы понимаете, на мой взгляд, вот эта история с этим человеком со странным, явно суперправославным именем Монтео, на мой взгляд, это вообще может быть рубежной немножко историей. Почему? Значит, вот моё эмоциональное отношение к этому, это просто смесь только чувства омерзения и негодования. Больше я ничего не испытываю по поводу этой истории, когда врываются, громят с криками, что... А вот теперь второе, аналитически, да? Ведь весь фокус в том, что это же не первое и не оторванное от всего контекста история. Только по одному Петербургу мы помним, как... Музей Набокова. Музей Набокова. Лев Додин, Театр Европы фантастический. Кстати, вот эта Божья Воля, это... Да, они же их акте, отлично, да. Они подбросили голову. Петровского они учили, какие можно выставки, которые нет, открывать. Мы знаем, что были деятели, которые пытались сжечь книги Сорокина. Мы знаем отменённую оперу «Тангейзер». Это всё звенья одной цепи. Но вот эта фишка, почему, мне кажется, она рубежная? Во-первых, здесь уже нападение не на идею и не на выставку. Это нападение на государственную собственность. Потому что произведение Сидура – это давно уже владение государством. Это покушение на государственную собственность. Раз. Второе. Сидур был, кроме того, что суперталантливый скульптор, он как раз был несколько преследуем советскими властями за религиозные чувства в этом. Но эти недоумки считают, что у них есть штангель-циркуль, которым они измеряют правильное и неправильное. Это крайне опасный прецедент. Потому что, вот уже многие говорят, что это как бы мягкий вариант ИГИЛа. Когда исламское государство террористическое, по сути, громит, не только режет горло людям, но именно громит произведения искусства, признанные мировым сообществом. Потому что они считают, вот так и точка. И вот НТО со своими последователями, вот он так считает, и оказывается, сегодня прикрываясь криками такими «Христос», «Православие» можно совершать преступления. Если эта власть сегодня проглотит, я никогда не выступаю в роли оракула, но в данном случае я предвещаю, будет круче. Это семечки было, то, что у меня тоже лекция срывалась, потому что какие-то псевдо-казаки. Когда, простите? Это с год назад, да. В этом, в лофте на Лиговском проспекте, этажи, кажется, называют, да, получили письмо, что раз лекция... Это безнравственно, причем какое-то официальное объединение казаков отказалось от своего участия в этом. Охраны не могли предоставить, и лекция была сорвана. Это семечки. Сейчас уже прошли ягодки, уже вот проходим цветочки. Что будет дальше? Это вещь страшная и принципиальная, когда серые, необразованные, агрессивные люди присваивают себе право и быть супероскуствоведом, поучать Петровского, Додина и все авторитеты любые в этой сфере. Срывать спектакль мозгового, варарки, помните. Да, карать, присваивать себе право, судить и так далее. Это страшная вещь, причем она страшна не только для нашего общества, она страшна и для власти. Причем она страшна для власти? А эти существа, они отвязываются с поводка. Они завтра скажут, что башни Кремля направлены не в ту сторону, куда надо молиться или еще что-то, потому что безумие, оно ведь границ не имеет, как и тупость. Вот интеллект, порядочность, знания, они имеют границы, как ни странно. А здесь нет, нет. Лев Шеглов у нас в особом мнении, совсем немного остается у нас уже до конца нашего с вами разговора. Не могу не спросить вас о инициативе, во-первых, Мединского, который сказал о необходимости перезахоронения останков Сергея Рахманинова. И сегодня стало известно о том, что праправночка Сергея Рахманинова, в общем, без одобрения, и вообще родственники восприняли эту весть и сказали о том, что, в общем, воля Рахманинова быть похоронены там, в Нью-Йорке. Дикое поглупение, как бы вот буквально два слова по поводу предыдущего. Вот такие действия, как происшедшие НТ, это же буквально направлено на снижение авторитета РПЦ. То есть, ну, большего удара по ней трудно нанести, чем вот подобные акции. Подобные же заявления Мединского, но это удар вообще по представлениям о сообразительности, совестливости и культурности. Потому что как можно решить это без родственников? Вы представляете, вот сейчас Мединский скажет, чтобы мы его дедушку здесь выкопали в Петербурге, а закопали в Москве. Как это? Это же невозможная вещь, тем более, насколько я знаю, там ложь проходит, что она находится могила в мемориальном кладбище. И, насколько я видел в интернете, она, дай бог, каждой могиле имеет такое состояние. И, наконец, последнее, Рахманинов, насколько я помню, в 1918 году своим волевым решением покинул Советскую Россию и жил и творил там. И далее он похоронен по своему же завещанию. То есть нарушить волю покойного, игнорировать волю родственников, такого, мне кажется, еще не знали. Не знал мир в этих историях. То ли его подставили, то ли это чудовищная, нелепая глупость. Ну, кстати, раз уже заговорили о Мединском, на днях он поставил либо точку, либо запятую в вопросе судьбы Исаакиевского собора, передачи Исаакиевского собора. А вы не уверены, что его слово – это точка? Вот я и говорю, запятая, возможно. Да, это, мне кажется, скорее запятая. Казнить нельзя, помиловать, где уж там ставим запятую. Вот это мы пытаемся вернуться к тому, что я высказал пораньше. Мне кажется, что власть должна понимать, что те драконы, которых она, по крайней мере, благосклонно смотрит, как они вылезают из своих будок, невежество, агрессия и тому подобное, это может быть вредно в итоге для неё самой. Не говоря уж о том, что хочешь, не хочешь, если следишь за происходящим, Исаакиевский собор никогда не принадлежал РПЦ. Это мнение историков, специалистов согласованное. Какой возврат тому, кто никогда не владел? Не говоря уже о том, что при всём уважении к религиозным институтам они никогда не смогут обеспечивать то, что обеспечивает сегодняшнее руководство Исааки и Спаса на крови. И такой мощный поток денег в городской бюджет. А чего, от кого зависит поставленная точка решения? Я думаю, что от первых лиц так у нас устроена страна, что любой принципиальный вопрос зависит от одного, максимум двух лиц. Тем более, насколько я помню, Исаакиевский собор – это федеральное подчинение, поэтому даже, я думаю, губернатор наш не в силах решить в ту или иную сторону. Думаю, на самом верху будет поставлена точка. А Мединский может ставить запятые, точку с запятой, отточие, но не более того. Спасибо, спасибо большое. Я напоминаю, что у нас в студии сегодня был писатель, публицист, врач-психотерапевт Лев Щедлов. Особое мнение. 11.47 в Северной столице. На реке новости. Здравствуйте. Новый снос исторического здания в центре Петербурга. Это региональный памятник архитектуры, дом Мордвин.